Ну где, говорю, я не пойму. Побежала я опять, говорю, туда, когда стоны. Ну когда мы уже открыли, вызвали МЧС, и вот открыли там дверь, все, и вот это. А вечером, вечером, муж когда вышел мусор выносить сюда, и говорит на меня, слушай, у нас перед, это когда вчера у нас был четверг, в среду вечером, он вышел и говорит, слушай, воняет то ли газом, то ли, говорит, пластиком каким-то. Ну я тоже вышла так, понюхала, понюхала, говорю, ну есть что-то такое, говорю, я не знаю, будем дальше смотреть. А мне кажется, что это возгорание происходило уже вечером, и оно все вот так вот возгорало постепенно, понимаете, и вот постепенно оно возгорало, и все-таки оно возгорелось вот утром. И вот этот запах, если бы я вызвала МЧС, но я подумала, а как они тогда, я их вызову, а что я им буду объяснять, где этот запах, что они приедут, ну что-то слышно, ну правильно. Я говорю, ну вот такое вот и произошло. Меня перестали от страха, я вот сегодня купила таблетки, персен буду пить, я очень к этому отношусь. Я в больнице сама, у 9-й проработала, здесь билетоприемники, я вот этого насмотрелась, я вообще, я не могла, я взяла сотовый телефон, не получается у меня набрать 101, и городской, потом в итоге я выскочила сюда, набрала, уже говорят, уже позвонила, и сосед, и там, и соседка, это все, ну вот так вот произошло у нас, как это вот все страшно, как это вот относиться в жизни, вот молодая девушка, да, на 2 года она старше моей дочери, она ничего, сын у нее есть, ну как это, так напиться, что трезвая она вот это делала, нет, нет, она сигарету бросила, и на неуважение, что брат там вот это все сделал, что кредиты брал на это, все, ну нет. Вы знаете, что, первая машина вот приехала, когда вызвали, да, я еще поднялась сюда, пришла сюда, думаю, кофту одеть, и все, я уже смотрю с зала, с окна, уже первая машина ехала, машина очень оперативная, говорю, все, на своего гору приехали, и следом вторая, по-моему, три пожарные, вот я точно не знаю, три или две, но ребята долго, две уехали, да, а еще ребята стояли долго, это первая машина, которая, там, чем они тушили, выразали, там тоненький такой провод, такой диаметром, может, 40, там, меньше диаметром таким, ну, и они еще долго здесь стояли, наверное, еще, ходили, правильно, не скажу, прибежали ко мне, как вы здесь, по всех квартирах ребята прибежались, как вы здесь, на меня, говорят, тепленько одевайтесь, не сидите, подкрывайте окна, идите на улицу, спасибо, и первый раз, вот и второй, все, закрывайте двери, и дверь закрывайте, везде открывайте окна, и все, выходите на улицу, всех предупреждали, оперативно все было сделано, быстро приехали, все. Продолжение следует...